Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами выучим очень простой, но при этом практичный контроль карты, на верх колоды. Давайте еще раз посмотрим, как он выглядит. Ну и я думаю, стоит ему обучиться, но перед тем, как перейти к обучению, хочу порекомендовать вам магазин 54карты.ру. Огромный выбор карт от стандартных до дизайнерских, все карты идеально подходят и для фокусов, и для кардистри. Также есть мой фирменный набор Неро Янг, в который входит колода Bicycle Standard и 4 специальные карты. Сам сайт очень прост, буквально за пару кликов вы сможете купить себе хорошую колоду карт. Ссылка на магазин будет в описании, ну а мы переходим к обучению. Для этого контроля мы даем выбрать зрителю карту из спреда, то есть мы делаем ленту в руках и даем выбрать карту. И лента эта должна быть очень широкой, то есть каждая карта должна хорошо отделяться от другой. Иначе у вас будет этот контроль получаться очень-очень тяжело. То есть вы выдвигаете карты широко на расстоянии хорошим друг от друга, где-то чуть меньше половины, вот так. То есть карты должны отделяться друг от друга легко. Не нужно делать вот такие спреды, где вообще в принципе нереально увидеть количество карт. Вам нужно именно разделять вот так. После того, как вы сделали спред, вы просите зрителя дотронуться до любой карты. Например, он касается вот этой. Ваша задача убрать правую часть от этой карты. Вы оставляете только левую. И ваши вот эти вот два пальца касаются второй карты. Не той карты, до которой дотронулся зритель, а второй. И вы должны большим пальцем прижать ту карту, на которую показал зритель. И теперь мы делаем два движения. Большой палец задвигает карту вот так, на чуть-чуть буквально. А вот эти пальцы на немножко выдвигают вот эту вторую карту. То есть происходит вот такое действие. И это происходит при повороте вот этой пачки на зрителя. Вот так. Старайтесь это делать как можно ровно. Помогайте вашим мизинцам, чтобы карты не съезжали вот так. То есть вам буквально на чуть-чуть достаточно спрятать эту карту и выдвинуть вторую. И зритель будет запоминать уже не ту карту, которой он касался, а вторую. Таким образом и происходит этот контроль. Он выбрал вот эту карту. Мы поднимаем и выдвигаем вот так. Он запоминает вот эту, соответственно. И теперь мы складываем вот эту пачку, которая во второй руке. И делаем следующее. Обратное движение. Выдвигаем большим пальцем вот так. А этим задвигаем остальные. Вот так. Опять же при перевороте. То есть смотрите, мы показали. Опускаем и меняем. И кладем вот сюда. Закрываем, убираем в центр. Таким образом и контролируется карта. Сделали ленту широкую. Зритель дотронулся вот до этой карты. Мы убрали эту пачку. Чуть-чуть в сторону. Можем ее сразу же сложить. Для удобства. Чтобы потом не обращать на это внимание зрителя. И теперь работаем с этой. Вот эти пальцы держат вторую карту. Большой палец держит верхнюю. Поднимаем карты на зрителя. И в этот же момент меняем их вот так. Чтобы торчала вторая карта. Он ее запоминает. Но он думает, что это та карта, до которой он дотронулся. И после этого мы опускаем эту пачку и меняем карты. Кладем вот эту карту сюда. Он думает, что вот та карта, которую он видел. Накрываем. Закрываем. Таким образом карта оказывается сверху. На этом и строится этот контроль. Сейчас дам вам несколько подсказок, как можно довести этот контроль до идеала. Старайтесь перед тем, как делать этот контроль, сделать небольшой дрибл. Чтобы карты хорошо отделялись друг от друга. И у вас получался хороший спред именно из карт, которые на большом расстоянии друг от друга. Вот так. После этого вы становитесь перед зеркалом и тренируете просто вот это движение с заменой карты. Просто вот так, без основного контроля. То есть встали перед зеркалом и тренируем вот эту подмену. Чтобы она у вас получалась на автомате. И все. Супер просто. Это две основные подсказки, которые помогут вам улучшить этот контроль и натренировать его. Я надеюсь, вам понравился этот контроль. Понравилось это подробное обучение. Если это так, смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, связанные с фокусами. Ну и конечно же смотрите предыдущие видео. С вами как всегда был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.